Здравствуйте! Диспетчер 8-го ЖЭСа, Панок Ирина Михайловна. Слушаю вас. Пожалуйста, домашний адрес назовите. Рабочий день только начался, а Ирина Панок уже зафиксировала пятый вызов. Звонки с сообщениями о том, что в доме пропал свет, или необходимо срочно заменить розетку, на телефон диспетчера жилищно-эксплуатационной службы номер 8 Ужрепленинского района города Гродно сегодня поступают каждые 20 минут. Электромонтёр Сергей Янцукевич не успел вернуться на работу, как вновь отправляется на очередное место происшествия. Устроившись в Жрепленинском районе, работаю 20 лет, в ЖЭС номер 8. Не жалею ни капельки. Мне работа нравится, устраивает. Очень хороший коллектив у нас подобрался. Пришёл сюда и за 20 лет ни разу об этом не пожалел. Работы много, говорит Сергей. За день бывает до 30 вызовов. Всё, что связано со сферой электричества, дело серьёзное. Нештатные ситуации зачастую возникают и поздним вечером, и в выходные дни. Бесконфликтный, педантичный, чрезвычайно ответственный Сергей Янцукевич в лучшем виде выполняет любую порученную ему работу, как в рабочее, так и в нерабочее время. У нас был конкурс «Лучший по профессии» между электромонтёрами у Жрепленинского района, где непосредственно наш Сергей Александрович был лучшим по профессии электромонтёром. Мы очень гордимся им, очень горды, что такой человек работает именно у нас. За профессионализм, активную жизненную позицию, умение работать на результат коллектив жилищно-эксплуатационной службы номер 8 у Жрепленинского района выдвинул кандидатам в делегаты электромонтёра Сергея Янцукевича на 5-е Всебелорусское народное собрание. Город инициативу поддержал. От этого мероприятия я ожидаю, что все внесённые делегатами предложения будут услышаны, и это благотворно скажется на благосостоянии граждан и государства. Я желаю нашей стране и народу счастья, процветания, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Устранить перегрузку электросети, найти зону повреждения кабеля, исправить короткое замыкание. Сергей Янцукевич ежедневно выходит на работу, чтобы решить проблемы, возникшие у гродненцев. Через несколько дней он примет участие в работе 5-го Всебелорусского народного собрания. Он достоин находиться в рядах тех, кто прямо и открыто будет планировать будущее страны. Алла Нучко, Анатолий Бояринцев, Новости, Гродно+.